Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас на обзоре книжка Энвера Хаджи Империализм и революция. Это один из лидеров албанского коммунистического движения. Данная работа была написана в 1978 году, что очень-очень любопытно. Ибо еще тогда, в преддверии перестройки, когда она еще не началась, албанский лидер проанализировал текущую ситуацию, сделал ряд очень интересных выводов. В данной работе автор осуждает социал-империализм, как он это называет. В частности, прежде всего, это отказ от права нации на самоопределение. Берется разбор ближайшей Югославии, соседней страны, где начались проблемы, в том числе и по национальному признаку, и, собственно, что мы потом видели уже в 90-х. То есть, еще задолго до войны в Югославии все эти проблемы созревали, и это было понятно еще тогда. Кроме осуждения ревизионизма в Югославии, о переходе к капитализму и тому подобных вещах, он также делает обзор на осуждение СССР, политики Хрущева-Брежнева, и то, как в Советском Союзе все это дело начиналось, за что ему, собственно, надо было дать сразу медаль. Он осудил так называемое творческое развитие марксизма, но только за это я бы ему дал медаль, честно-честно. И, собственно, описывает, что СССР уже к началу 80-х стал превращаться в империалистическую державу. Тут я с ним, конечно, не совсем согласен, потому что он, прежде всего, говорит о том, что страны СЭФ, страны экономического сотружества, которые находились вместе с Советским Союзом, что Советский Союз их начинал грабить, использовать их как свои колонии, тут я с ним не соглашусь. Но, тем не менее, определенные признаки уже были, и, опять же, это начало 80-х, а в 2020-х мы уже чуть-чуть видим более подробно данную картинку и во что она превратилась. Кроме критики СССР, он также критикует и Китай. В Албании были сначала долгие и теплые отношения с этой страной, а потом, к сожалению, когда в Китае начались определенные реформы, Албания отошла от политики Китая, и, соответственно, в данной работе как раз и критикуются, почему КНР не прав. Как пишет автор, да, что Китай начал втягиваться в водоворот капитализма. Ну, и, опять же, мы можем посмотреть на сегодняшний день и на какой этапе находится Китай со своим капитализмом. И что там сейчас больше преобладает? Все-таки капиталистические нотки или все-таки движение к социализму? Большой-большой вопрос. Однако, и мы задавались еще 50 лет назад. Ну, кроме Китая, Советского Союза и Югославии, идет обзор на все остальные мировые страны, где что, как происходит, где капитализм поднимает голову, где, наоборот, с ним борются. Заодно осуждается оппозиция, что вот мировой капитализм такой уже, ну, современный, причесанный, белый и пушистый. Опять же, автор критикует, что это совсем не так. Нет никакого хорошего, мирного, доброго капитализма. И, собственно, из-за того, что капитализм какой был, такой остался, он осуждает политику сближения или, как тогда говорили, мирного существования социалистических и капиталистических стран. Он это страстно осуждает. Он очень сильно критикует такую политику и говорит о том, что борьба с капитализмом не должна быть закончена. И под это дело подводит большое количество цитат из классиков. Собственно, опять же, мы сегодня прекрасно видим, что это мирное существование социализма и капитализма переросло. Капитализм в ряде стран победил социализм. Причины, почему так произошло, в данной работе точно так же рассмотрены. Что, допустим, для нас, для российских коммунистов, стало очевидно уже после перестройки, спустя много-много лет, албанские товарищи видели еще в 70-х, что в СССР появилась некая общенародная партия, что при помощи авторитета Ленина начали бить по авторитету Сталина. Это еще при Хрущеве, грубо говоря, что мы потом видели уже после перестройки, когда по Ленину начали бить Энгельсом и Марксом. Все это начиналось еще тогда, еще в 70-х. Вывод, собственно, простой. Борьба не закончена была, что в конце 70-х, что теперь. Что бороться надо до последнего, а до тех пор, пока капитализм вообще не исчезнет. Пока он существует, есть всегда риск на том, что он возьмет реванш и победит социалистические страны. Поэтому не надо расслабляться. Было ни в 70-е годы, ни тем более сейчас. Сейчас это будет даже сложнее, чем было это в 70-е. Надо напрячься силы для победы революции и победы над империализмом. Опять же, империализм шагает по планете. Было сказано еще тогда. А сейчас, в 2023 году, в 2024 уже году, мы можем сделать только выводы о том, что автор данной работы был во многом прав, и поэтому мы рекомендуем всем ее прочитать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!